О развитии ситуации в Нигерии будем говорить сейчас с политологом Игорем Рейтеровичем. Доброе утро, Игорь, приветствуем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Игорь, вот скажите, судя по этому сюжету, который мы только что с нашими телезрителями посмотрели, ситуация в Нигерии перестает быть внутренней ситуацией. Если говорить даже о том, что некоторые авиарейсы могут увеличиться на тысячу километров. Так вот, в контексте влияния США и Запада на страну, можно ли говорить о том, что сейчас, почувствовав повстанцы, отсутствие помощи Запада могут образумиться и до реальной военной интервенции стран-соседей может не дойти? Ну, такая опция существует, но тут надо понимать, что военные хунты, а в Нигере классическая военная хунта, они крайне редко идут на какие-то уступки и тем более возвращают власть тому, у кого они ее забрали. И то, что ситуация в Нигере пошла изначально по несколько другому сценарию, то есть этот переворот, он в принципе был не кровавым, к счастью, и президент, избранный легитимный президент страны, он живой, и то есть имеет возможность общаться, доносить даже свою позицию, скажем так, до мирового сообщества, тем не менее не отбрасывает того факта, что власть захватили люди, которые привыкли все решать исключительно с помощью оружия. И сделая сейчас вид, что они там ошиблись и готовы сесть за стол переговоров и отмотать все назад, ну, это, знаете, достаточно маловероятно. Тут возможен какой-то компромисс с точки зрения, возможно, там проведения либо дополнительных выборов, либо какого-то там переформатирования того правительства или всей той системы власти, которая на сегодняшний день есть в стране, но вот такой откат, он маловероятен. При этом Соединенные Штаты и Франция, они достаточно активны именно на дипломатическом уровне, делали заявления, и не только заявления, определенные встречи были проведены, где они говорили о том, что они являются сторонниками именно демократического такого формата и возможности все-таки как-то решить ситуацию мирным путем. Но если этого не произойдет, то западноафриканские страны, их достаточно много там, они вынуждены будут принимать какие-то экстраординарные меры, поскольку нигерс занимает совершенно важное стратегическое положение. И вот эта военная хунта, ее действия, по сути, могут привести к двум очень глобальным негативным последствиям. Это усилением негальной миграции. И второй, самый главный момент, это усилению деятельности различных террористических группировок, которые и до этого, в принципе, пытались как-то функционировать на этой территории, но их действию худо-бедно противодействовало центральное правительство. У хунты вряд ли это получится, и поэтому отделение аль-Каиды, исламского государства, бога-харама, непонятно, что сейчас более активно начнут действовать, и это будет приносить огромные проблемы именно соседним государствам. И они вынуждены будут это решать в тот способ, который считают нужным. Давайте поговорим. Иностранные СМИ сейчас подтверждают начало ввода войск ЧВК «Вагнер» в Нигер. И, как сообщает «Франц-24» со ссылкой на МИД Франции, власть африканской страны уже заключили контракт с военной компанией из Российской Федерации. Издание пишет, что небольшая часть солдат уже прибыла в Нигер из Мали, а в ближайшее время ожидается приезд основной группы войск ЧВК. Премьер-министр страны Ухумуду Махамуду, который сейчас находится в Париже, опроверг эту информацию, хотя на кадрах и из самого Нигера можно увидеть людей с флагами России и распечатанными эмблемами «Вагнера». Буквально только что общались мы с военным экспертом Сергеем Грабским. Он говорил, что не стоит сейчас переоценивать ЧВК «Вагнер» с одной стороны, но с другой стороны террористами они и остались. Вот здесь о роли ЧВК и о кремлевском скляте расскажите подробнее. Я соглашусь, кстати, что пока нам не следует переоценивать роль этой частной военной компании, но тенденция очень показательна. Эта компания тоже начинала с малого, например, в таких странах, как Буркина-Фасо и Мали. А на сегодняшний день в той же Мали они контролируют просто огромные территории, где установили фактически средневековый феодализм без какого-либо влияния центральной власти. Там тоже хунта при власти, но тем не менее. Без какого влияния центральной власти на эти регионы и именно частная военная компания является там полновластным хозяином. И поэтому, когда уже появляется информация, что они могут постепенно заходить в тот же Нигер, это очень такая опасная тенденция. Они туда заходят явно с двумя целями. С одной стороны, хунта может их использовать для оботовления каких-то выступлений внутри страны. Ну, это как бы наемники, иностранцы не свои это делают, и поэтому с них взятки гладки, как говорится. И второй момент. Вот в тех странах, где сейчас ЧВК действует, и где именно они способствовали либо вообще проведению этих переворотов, либо укреплению тех режимов, которые уже возникли по их результатам, наемники занимаются в основном военной подготовкой. То есть они готовят войска этих государств, тренируют их. Ну, простой вопрос. Для чего? Ну, с одной стороны, как бы понятно, что обдержать в страхе местное население. С другой стороны, в том числе и для совершения каких-то агрессивных действий внешнего такого характера. И вот тут вот самый важный момент, который связан с ЧВК, он связан с тем, что государства, о которых мы уже вспоминали, и Буркино-Фасо, и Мали, они заявили, что если против Нигера будут совершены какие-то действия другими государствами, они собираются прийти ему на помощь, ну, именно в военном плане. То есть объединиться и, по сути, выступить против этих государств. Знаете, вот все страны, где установлены военные хунты, они могут создать определенный такой альянс, помогать друг другу и воевать с другими государствами. И вот здесь как раз ЧВК Вагнер может выступать такой связующей структурой, которая с определенной, я подчеркиваю, с определенной долей вероятности, потому что этот вопрос не настолько однозначен, как кажется на первый взгляд, может получать какие-то указания непосредственно от российской власти. Понятно, что у ЧВК есть какие-то свои интересы, и они их в Африке достаточно активно там реализуют. Но не исключено, что особенно после последних событий в России, когда определенная даже существенная координация с российской властью, точнее так, с представителями российской власти, которые отвечают за Африку, там существует и понятно, что ЧВК могут использовать для усиления вот этой дестабилизации в регионе, которая объективно выгодна Российской Федерации. Как с точки зрения отвлечения внимания и ресурсов западных стран, вот мы знаем уже про США, Францию, которые своих представителей отправляли и вели там определенные переговоры, так и с точки зрения, возможно, начала какой-то очень серьезной такой войны на континенте, которая приведет и к усилению миграционного давления на европейские страны прежде всего, потому что через Северную Африку, через Алжир мигранты хлынут просто в Европу, это будет повторение такого сирийского кризиса. Ну и, конечно, опять-таки будет отвлекать внимание организации объединенных наций и тех же западных стран, прежде всего Франции, поскольку им придется реагировать и думать, что делать, выводить остатки войск, которые там стоят, или как-то более активно вмешиваться в те процессы, которые происходят на континенте. Поэтому здесь вот как раз роль ЧВК, но она такая связующая через эту организацию, возможно, внедрение каких-то и нарративов, и конкретных действий Российской Федерации, которые направлены исключительно на дестабилизацию. Тут надо понимать, что Россия, она преследует исключительно одну цель, хотя публично она африканцам заявляет о совсем другом, но на самом деле она очень заинтересована в распаливании религиозных, этнических, национальных и других конфликтов на территории африканского континента. Игорь, а вот давайте посмотрим на ситуацию в Нигерии через призму Центрально-Африканской республики. Президент этой страны Туадера, тоже который опирается на силы ЧВК, Вагнер, поменял Конституцию под себя. Теперь он может избираться какое угодно количество раз. Оппозиция в шоке, называет это фарсом. Вот насколько эта ситуация может быть на этом примере, на примере этой ситуации можно прогнозировать ситуацию в Нигерии? Ну, я думаю, тут будет точно такая же система. Если хунта там, ну, власть сохранит какое-то время, им придется ее привести в соответствие с формальными, какими-то, давайте это назовем демократическими процедурами, хотя это фарс, а не демократия, это надо понимать. То есть они могут провести даже какие-то там выборы под дулами автоматов. Тут же еще проблема в том, что действующий президент, он первый президент в истории страны, который был избран действительно на демократических выборах, которые признали там все страны и на континенте, и страны, например, Европейского союза, которые присылали туда своих наблюдателей. Хунта, она может создать вот видимость этой демократии, но все же прекрасно понимают, что никакой демократии там не будет. Когда выборы происходят под влиянием военных, когда военные контролируют там всю сферу, и еще, кстати, в атмосфере очень жесткой, такой, знаете, примитивной, но тем не менее жесткой пропаганды, ну, говорить о каких-то там демократических результатах абсолютно не приходится. То есть тут тоже возможен вариант, когда даже кого-то они изберут, какую-то марионетку, но на самом деле военные будут за ним стоять и отдавать все приказы для того, чтобы совершать те или иные действия. Потому что понятно, что это все пойдет по очень известному сценарию, который активно практикуется еще с 70-х годов прошлого века, ну, в странах, где происходили военные перевороты, создание каких-то фасадных институций, которые, ну, псевдодемократическими по своей сути являются, для того, чтобы к ним не было каких-то формальных там претензий, была создана какая-то там картинка, но на самом деле речь будет идти, понятно, о очень жестком режиме единоличной там власти или власти какой-то определенной группы, ну, в данном случае в Нигере речь идет о какой-то группе, но, возможно, там появятся потом какие-то лидеры. Но опять-таки, давайте не будем забывать, что все здесь будет зависеть от того, как будут развиваться внешние события, и насколько быстро, кстати, граждане этой страны поймут один очень простой факт, что ничего хорошего им эта хунта не принесет, и они, ну, страна сейчас просто превратится в такой отстойник для террористов, с одной стороны, а с другой стороны страну-транзитера для незаконных мигрантов и различных там незаконных, ну, криминальных, по сути, там, группировок, и это явно не будет способствовать там их, ну, безопасности. Это при том, что Нигерта и до переворота был одной из беднейших стран континента, которая, понятно, там, за счет помощи, которая шла с Запада, пыталась каким-то образом реформировать и экономику, и там были определенные успехи, и собиралась принимать участие в глобальных проектах, там, например, газопровод, который через страну строится, да, и он, который должен был в Европу идти с Нигерии. Сейчас это все будет просто перечеркнуто, ну, и прикрыто вот такими вот вещами, которые, ну, явно никакого отношения к демократии иметь не будут. Поэтому тут все пойдет по известной всем процедуре, и мы ничего нового не увидим, по большому счету. В целом, вот, дестабилизация, если до Нигера был переворот также Мали в 21-м году, дальше было Буркино-Фасол в 22-м году, буквально, да, совсем недавно эта череда, и опять же, интерес Российской Федерации в этом всем, в этих переворотах также был, и интерес в Африке, по сути, конечно же, колоссальный для Российской Федерации, это огромный ресурс, и борьба за Африку у России всегда была, а дальше следующие государства какие тогда? Ну, смотрите, Россия сейчас пытается формально-неформально построить своеобразный пояс из стран, которые разрежут континент на две части, и, соответственно, не даст возможность реализовывать там какие-то проекты демократического характера. Единственная страна, которая сейчас еще остается именно демократической, это ЧАД, и, в принципе, большое внимание России в ближайшее время может быть направлено именно на эту страну, и она, к сожалению, может стать жертвой будущих каких-то военных переворотов, либо интервенции внешней со стороны стран, в которых эти перевороты прошли, и в которых в власти пришли военные хунты. Давайте поговорим о возможной, вероятной интервенции. Лидеры стран Западной Африки разработали план возможного военного вмешательства в Нигер, если военная хунта не вернет власть свергнутому президенту Мохаммаду Базуму. Руководство западноафриканского экономического блока, в который формально входит и сам Нигер, сообщило, что посреднические усилия по урегулированию кризиса не привели к результатам, и комиссар по политическим вопросам миру и безопасности Абдель Фатау Муса сообщил, что в соответствии с составленным планом решение о времени и месте военной интервенции будет приниматься главами государств и не будет доводиться до сведения участников переворота в Нигерии. Африканские издания сообщают, что концепция операции уже разработана, свои силы и средства для интервенции в Нигерии уже предоставили Сенегал, Гана, Бенина, Нигерия. А вот издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники говорит о том, что вооруженные силы региона пока не готовы к интервенции, им нужно больше времени. Так вот, на самом ли деле им нужно больше времени, или идет какой-то еще диалог, чтобы не допустить вмешательства? И что можно предположить, когда вмешательство развития, какое развитие ситуации возможно, когда интервенция все-таки произойдет? Ну, диалог, он продолжается, никто от этого не отказывается. И даже вот страны в Западной Африке, которые принимают сейчас решение о возможном военном вмешательстве, они делают это, ну, рассматривают это как крайнюю меру. Они пытаются все-таки договориться и решить вопрос как бы мирным путем. Ну, понятно, что если Хунта ни на какие переговоры идти не будет, и власть не будет возвращать действующему президенту, то вот это военное вмешательство, оно становится все более вероятным. Да, для его подготовки необходимо определенное время, для того, чтобы собрать силы, определиться, каким образом это будет происходить. И там главную роль, в принципе, будет играть Нигерия, которая заинтересована и в строительстве вот этого газопровода, и располагает, в принципе, достаточно подготовленными профессиональными военными силами, которые могут принять в этом участие. А сценарий развития событий, их на самом деле два, они очень простые. Первый сценарий, когда это вмешательство начнется, Хунта просто рассыпется, и даже подчиненные военные, которые сейчас, ну, как бы, этими Хунта ими руководит, они просто не будут там оказывать какого-то там сопротивления, и достаточно быстро будет наведен порядок. А второй момент, когда, наоборот, Хунта начнет активно сопротивляться, у него будут такие возможности, и получит еще помощь со стороны Мали, Буркина, Фасо, тех же наемников Вагнера, различных там террористических группировок, тогда это может привести к достаточно, ну, пускай если не затяжному, то обширному военному конфликту. И тут очень важный момент, чтобы этот конфликт просто не перешел потом в какую-то глобальную войну именно в этом регионе. А такой вариант возможен, поскольку там, ну, у стран есть претензии друг к другу. И проблема же не в одном Нигере, проблема в том числе и в Буркина, Фасо, и в Мали, и в других государствах, где существуют режимы, которые возникли после военного переворота. Понятно, что они, увидев вот такой прецедент касательно вмешательства в дела Нигера, ну, возможно, будут вести себя гораздо более агрессивно, и попытаются раздуть этот конфликт до более глобальных масштабов. Поэтому вот такие вот сценарии на сегодняшний день есть, но будем надеяться, что все-таки мирным путем удастся это решить, и доводы, которые приводят и западноафриканские страны, и страны Европейского Союза, и Соединенные Штаты, но они все-таки станут решающими, и ситуация в Нигере поменяется без военного вмешательства со стороны других государств. Игорь, спасибо вам огромное за ваши разъяснения, за экспертизу гостей. Нашим зрителям, напомню, у нас в гостях был Игорь Ритерович, политолог, и обсуждали мы ситуацию в Нигерии. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин